И снова здравствуйте. Аврора не гудит, я её выключил, потому что гудит она сильно. Может быть кому-то будет интересно, какой насос я использовал. Вот если видно, там будет какая у него марка. И вот от него коробочка. Китайский я ничего не понимаю. Тут куча всяких прибамбасов. Вот такие его характеристики. Прикольная штука. Дует он достаточно, просто Если вот взять... Это шланг большой, поэтому кажется, что напор маленький. Напор нормальный. Вот я зажимаю шланг. Напор хороший. Пока это приколхожено всё. Я сделаю тут красивый вход был. Вот эти вот штучки все поприкручивают. Сегодня просто такие полевые испытания, которые он достаточно хорошо прошёл. Гудит он не сильно. Это он стоит просто на ногах. Там есть ещё присоски. Значит, просто ножки и куча разных всяких трубочек. Там вот целый мешок разных переходников, трубочек. Уголок есть, чтобы плавный, чтобы вот так. Короче, как всегда, под все размеры. Молодцы. Делают всё как надо для людей. Тут я не знаю, нарисовано где-то, какие есть. Наверное, нарисовано. В общем, если есть желание, в интернете можно про него найти. Вот такой вот насосик. Если кому будет интересно, цена две с половиной. Есть на фарпосте человек с ником Партизан. Не реклама, просто так. Насос чёткий. Качает. Я до этого покупал вот такой насосик тоже для аквариума. Вот. Там заявлено, что он давит 1400 литров. Не знаю, он не справлялся. Он, может быть, тоже для аквариума хороший. Но этот заявлено, что он давит 6000 литров. Но это, само собой, в час. Вот. Вот такая вот штука. Вот так, вот там висит шланг. Вот это всё он вполне себе нормально продавливает. Высота, ну, не знаю, метра два, наверное, подъёма шланга. Вообще написано, что он поднимает воду до четырёх метров. Мне нравится. Хороший насос. Я переживал, что там в Китае качество. Вилка китайская, но в комплекте идёт вот такой переходничок под нашу розетку. Всё. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока.